Здравствуйте, с вами лично. Голова тут? А где он? В Богдановке. А? В Богдановке. А когда он будет вообще на работе? Он бывает или он катается? Он работает. Работает. Ну, он попрыгнет в Богдановке, а потом будет ехать на Север-Занец. Значит, в его интересах остановить то, чем он занимается сейчас. Будет он общаться через БУ сразу. Это по закону вот этой вот объединенных территориальных громад. У меня просто с ним я должен был поговорить. У него что, Конституция выше всего или этот закон? Ну, я позвоню, как он приедет. Если он не хочет и не любит Конституцию, значит, будем отдельно разговаривать. Ему объяснят, приедут. 0.95, 0.40, 16.32. Потому что мы зашли в тупик, понимаете, в тупик. Вы не зарегистрировали тот устав, который громады в 15-м году отклонили почему-то депутаты, не имея на это полномочий никаких. И сейчас вы продолжаете заниматься ерундой. Это антиконституционное действие, понимаете? Обязательно. И будем вместе с ним Конституцию изучать. И он мне на камеру расскажет потом, что у него выше, Конституция или закон. Значит, Юрий Вячеславович, сейчас мы с вами определимся на камеру, что для нас вот эта книжка значит. Вы в своей практике руководствуетесь этой книжкой или законом про добровольное объединение? Или другими законами? В своей практике мы контролируемся вот этой книжкой и еще ряд других документов, которые выпускает Господа Рада и Коменд-министрам. Значит, поясню. Статья 8. Если вы Конституцию уважаете, она у вас должна здесь быть, значит вы прекрасно понимаете, что 8 статья говорит, узнается идея, принципы верховенства права. Правильно? Любой закон, который противоречит Конституции является никчемным. Правильно? Правильно. Кто вас заставляет работать по закону про добровольное объединение, который противоречит Конституции Украины на данный момент? Почему вы ведете антиконституционную такую себе работу? У нас что? Проведена ревизия земель, у нас вернулось майно в территориальную громаду, у нас где-то вернулись кошты, у нас зарегистрирован статут. Вот, пожалуйста, вот ответьте мне. Потому что здесь будем ставить мы точку. Дальше любая сессия, любой ближайший, пожалуйста, мне сообщить. Я позвоню в отделение СБУ, чтобы приехал человек специальный, пронаблюдал о том, как вы херите Конституцию. Тут четко и ясно в 143 статье записано. Я понимаю, я за эти выражения буду отвечать. Потому что бардак идет именно с вашей неконституционной организацией. Были. Я говорил и пояснил, что все равно не приедут. Приедут. Конституционная вымога была, ничего не сделано. Не подали вы на регистрацию. Я вам еще раз говорю. Вы не подали на регистрацию статут территориальной громады. Вы даже не пытались. Да пытался. 143 документов я не видел. 143 статья, сами понимаете, огласит. Территориальные громады, села, через утворенные иными органы. Этот сельский совет мы не утворивали. Дальше что? Вот. На каком основании вы диты от территориальной громады? Вы если получили информацию, которую вы хотели? Я вам еще раз говорю. Вы информацию получили? Мы прочитали там. Там что подвох есть? Да, есть. Какой подвох? Да, есть. Там не наши жители написаны, или что? Выполнить необходимо нормы сначала Конституции. Я выполнил то, что НАТО и выполнил. Нет. Да. Где земли в коммунальной собственности, которая прямо даже дремит? Громада, так и будет. Громада есть на сегодняшний день. Она зарегистрирована в ТАТАУ. В территориальном Устрии Украины. Знаете, что? Вот. Где инвентаризация майна? Где инвентаризация земель? Где инвентаризация бюджета? Где? Почему вы сейчас занимаетесь антиконституционным действием? Ничего не понимает. Все закон действующий. Где вы понабрали? Где вы понабрали объединенные сельско-территориальные громады? Я еще раз поясню. Когда села объединяются, существует сельская громада. Сельская громада. Согласно Конституции. Но не тут уж то, что вы понаписали. Значит, я вас предупреждаю, официально и на камеру. Все ответственность будет лежать на вас и на депутатах, которые работают в антиконституционном режиме. Да нет. Вот потом посмотрим. Поэтому будьте добры действовать в рамках закона. Зарегистрируйте сначала статут, посчитаем земли, посчитаем бюджет, а потом будем инициативу решать. Когда там тоже будет громада, громада. Добивайтесь, чтобы нечастно было. Громада и все остальное. Добивайтесь, у вас там взял большое добивайтесь. Да, и по поводу вот этого ответа. Ну, что поводу ответа? Меня, что, за лоха держат или что? Ну. Там, я какой вопрос задал? Что тут непонятно? Какой вопрос я задал? Что написано через земля? Какой мне ответ пишите вы? Ну, вы не знаете, что земля в процессе передвижения нет? Напишите мне ответ согласно этого запроса и будет вам нужный. Я вам еще раз говорю. Я вам тоже говорю. В следующий день, еще земля установилась. Вторая. За вторых. Земля есть, никуда не девалась. За вторых. Информация, где года, кто подавать будет. Пишите, к кому обращаться. Ну, не надо мне вот это вот подсовывать. Это не с этого запада. Не надо лохами делать. Понятно? Хватит. На этом закончим. Ждите СБУ. Ждите. Конечно, будем ждать.